Добрый вечер, Сергей Юрьевич. Ну, я, конечно, начну с поздравления, потому что в конце мая, наконец, состоялась премьера долгожданная вашей новой работы. Долгожданная. Долгожданная не только, естественно, для вас, но и для поклонников вашего таланта. Это вещь «Полеты с ангелом.шагал», так вы назвали пьесу. В оригинале у автора просто «Полеты с ангелом». Почему вы решили в названии прописать обязательно, вот обозначить, что это бренд «Шагал» будет использоваться? Почему вы такое выбрали название? Чтобы и так достаточно непростой спектакль не осложнять еще таинственностью излишней. Это пьеса, это сочинение автора с похожей фамилией. Сагалов. Сагалов, да. Оно в стихах. Да, это удивительно. Это очень сложно, мне кажется. Это сложно для исполнения, для восприятия. Но я совершенно уверен, что это, наоборот, проясняет мозги и взаимоотношения со зрителем. Потому что от этого отвыкли. А стих легкий – это не рифмованный стих, это не песенка. Это шекспировский размер, свободный стих. И объявить, о чем речь. Сперва мы думали просто назвать «Шагал». Потому что названий с ангелом разных видов ангелов очень много. И все-таки авторское название было «Полеты с ангелом». Этот спектакль, которому я отдал очень большое время в обработке первого варианта пьесы и приведение его в пьесу для большой сцены, перешел от двух персонажей, двух исполнителей, фактически чтецов, которые у автора, к десяти людям, которые находятся на сцене здесь. Пока я искал человека, который бы поверил в эту довольно оригинальную затею. Вы про продюсера сейчас говорите. Да, про продюсера. Я так понимаю, что с театром Моссовета вы не смогли прийти к пониманию. Не смог. И очень долго искал человека, который бы в это поверил и доказал бы, что он в это верит. То есть сказал бы, я буду это делать, я буду это обеспечивать. Это стал Леонид Роберман. Это известная мне фирма, на моих глазах родившаяся. Я в ней играл один спектакль, очень для меня тоже важный, дорогой, много лет назад, 12 лет назад. Называется она «Арт-партнер 21». Тоже в «Рифмус» когда-то мной сделанным спектаклем «Игроки 21». Это в преддверии наступившего теперь уже века. Мы пытались забросить себя. А что же понадобится этому веку? Как я убеждаюсь, что этому веку нужны совсем неожиданные для меня вещи, которые либо надо оправдывать и подстраиваться, либо… Какие вещи нужны этому веку? Вкусы, 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 ну, прежде всего им нужно с кнопками этому веку. Что-нибудь с кнопками. А и в меньшей степени что-нибудь стихотворное. А я вот как раз… Да, это очень смелый поступок. Ну вот посмотрим, как относится к этому Москва, когда мы начнем играть постоянно. Сейчас будет последний спектакль этого сезона, 26-го числа. Все, на этот сезон. А дальше мы будем продолжать играть в театре Ермоловой, который согласился войти с нами в контакт. И с фирмой «Арт-партнер». И с моими людьми, которых я собрал. И обязательно я вижу в этом гастрольную жизнь спектакля. Да, меня что поразило, в интервью немецкому изданию, недавнему совершенно, вы сказали, что вы видите, в принципе, будущее у этой пьесы на подмостках европейских, причем не только для русскоязычной публики, с титрами, что меня озадачило. Почему? Ну, пока что нам никакие... Титры же убивают рифму. Никакие титры нам не нужны. Сейчас мы будем и хотим, и будем, я надеюсь, показать этот спектакль России и бывшим советским театральным городам, в которых я, в общем, всегда все свои спектакли показываю. Конечно, Киеву, конечно, там, Минску, но не только Минску, но и обязательно Витебску. То есть, родина Шагала, но, конечно, и Прибалтики, и, может быть, Двилиси. Это само собой. А если спектакль наберет силу, то мы с вами, Евгений Юрьевич, перед началом разговора публичного, говорили о том, что, и вы правильно заметили, что Шагал – фигура мировой популярности, но мера притяжения в Европе, скажем, она сильнее к этой фигуре, больше привязана, нежели на его родине. Да, я не понимаю, за счет чего. В России. Ну, скажем просто, что он просто там больше работал. Этим объясняется? Да, в спектакле есть эта сцена в Лувре после его смерти. Там вообще много сцен после смерти. Ну, собственно, да, я так понимаю, что это последнее его дыхание, последние секунды. Да, ну, после смерти, ну, это веселые сцены. Вы считаете, что они веселые? Очень, да, так это для него веселые. Ну, да. Мне, если у нас есть минута для отступления… Есть у нас, у нас все оставшиеся минуты в вашем распоряжении, мы можем отступать. Давайте отступать. Фигура нашего искусства, выдающаяся фигура, Антонова, директор музея Пушкина изобразительных искусств. Когда я ей сказал, что вот я делаю спектакль «Прошагала», она, как человек мира, она сказала, и говорит, я его видела. Я его видела за очень малое время до его кончины. У него, в Сен-Поль-де-Ванс. Я говорю, расскажите, как вы его видели? Потому что он был у нас в гримерной тоже, когда он был в Москве. В Петербурге, ну, соответственно, в Москве была выставка, а в Ленинграде он побывал у нас в гримерной, расписался. И вы его видели тоже, да? Я его не видел, потому что я был на съемках, а мои коллеги в нашей гримерной получили эту надпись. Но это было все-таки довольно давно. А она, говорит, я его видела за несколько недель до кончины. Я его очень долго ждала, потому что он что делал? Ему было 98 лет. Рисовал наверху в своем доме. Потом он спустился с извинениями. И так как спускался он не очень бодро по этой лестнице, он ей сказал слова. Я похож на клоуна, понимая, что движение его. И, наконец, спустился и сказал, а я и есть клоун. Это наш разговор уже в прошлом месяце с Ириной Александровной. А для меня это было очень важно. Поэтому я говорю, что его раздумья в спектакле, его предчувствия, ощущения, а что будет после смерти? А какой будет разговор с матерью? Там, там, за. Да, там, насколько я понимаю, очень много посвящено именно взаимоотношению к матерям против прощения. Или что будет в лувре, когда будут идти люди и смотреть, будут говорить, вот это. Что они будут? Спать, скучать или оу. Как это будет? Это все достаточно комично. При всем том, что это связано действительно с мыслями человека. Не о бессмертии, а о смерти. О том, что, как все это будет, когда меня не будет. Ну, впрочем, я вам хочу сказать. Я ведь спектакля не видел. И я о нем очень мало что могу рассказать. То есть вы не просмотрели запись премьеры? Никогда этого не делаю. Почему? А как же вы анализируете собственную работу, игру коллег? Ведь вы же не можете стоить с ними на сцене, мониторить? Было два прогона, когда я, взяв микрофон, в пустом зале, естественно, я говорил все тексты, ходя по залу и глядя на моих актрис и актеров. Говорил все тексты. И тогда я их видел и мог сделать какие-то коррективы. Все остальное здесь. Ну, вы же там играете девять, по-моему, ролей вы играете. Важно, что я играю с начала до конца. Да. С начала до конца идти в роли. Неужели вам неинтересно посмотреть все-таки, как это выглядит? Интересно, но я боюсь разочароваться. Потому что я... Хорошо, давайте зайдем в другую. А ваша супруга, которая тоже играет там? Я вам представлю актеров и вам, и нашим зрителям. Это Наталья Тинякова, с которой мы играем уже около... Я 55 сезонов сыграл. Из них примерно 44 или 45 всегда играл с Тиняковой тоже. И она по-прежнему ваша муза. Вы ее называете по-прежнему музой? Да, ну вот она, да. Это Аня Гарнова, артистка Театра Моссовета, которая уже в третьем моем спектакле играет. И я, так сказать, осмеливаюсь считать ее моя артистка. Она играет и там, да, роли, насколько я понимаю? Она играет и Ангела. Беллу и Антону. Она играет Беллу, она играет экскурсовода Антуанетту в музее Лувр после смерти Шагала. Это двоящиеся, троящиеся фигуры. Это всегда меня очень занимает. И, наконец, это Людмила Дребнева, артистка Театра Школа современного... Школа драматического искусства, которая когда-то работала в Моссовете. Мы с ней тоже работали. Она тоже моя артистка с давнего, 81-го года. Она играет тоже две роли. Она играет комиссара и она играет сожженную картину. Это уже зонг, это вокальный номер. А, так. Единственный вокальный номер в спектакле. Вот три женщины, один мужчина и шесть музыкантов, которые тоже персонаж спектакля. Ну вот вы играете там девять ролей. Да. Я понимаю, как это можно сделать в кино. Мне кажется, вообще, в принципе, достаточно кинематографичная вещь, потому что ее можно сыграть, склеить. Но в спектакле как вы от образа к образу... Все-таки ведь артист, особенно артист театра, должен настраиваться. Если у вас не случится посмотреть спектакль, то вдруг случится... Нет, у меня точно случится. Я хочу понять, как вы сами для себя вот это определяете. Вдруг случится прийти ко мне на концерт, в котором я в этом году тоже несколько раз показывал этот номер-спектакль. «Лес Островского», где я играю в «Счастливцево-несчастливцево», в прямом общении, когда два человека присутствуют на сцене, разговаривают друг с другом в довольно активных и контровых взаимоотношениях, двух разных характерах. Я всегда вообще этим занимался. Я играл концертно. Девять? Нет, вы всегда этим занимались, но девять. Ну, хорошо, но давайте, скажем, семь, вам будет легче. Все, что больше двух, вообще у меня не помещается. Я скажу, что из этих девяти два на сцене не появляются. Это только голос, потому что это маленький мальчик Шагал, которого мама еще ругает, а он все время шебаршится. А уже юноша Шагал, влюбленный в Беллу, художник, появляется, а юноша, который с мамой ругается, появляется. А Шагал загробный, который встречается с мамой на том свете, и они разговаривают иначе, но сохранив свои характеры, это тоже другая роль. Кроме того, есть просто персонажи, которые в мозгу у Шагала всплывают так ярко, что он готов в них перевоплотиться. И те, кто его понимали, и те, кто его абсолютно не понимали и не принимали, но он их видит, он их видит, поэтому он может в них привоплотиться. А я уж раз стал его играть, значит, я должен тоже в них перевоплотиться. А вам живопись этого художника понятна? Да, то есть вы, вот это отсутствие перспектив, вот это все вас как-то не... Скажу вам честно, и скажу это в похвалу автору. Автору пьесы? Пьесы. Я не был фанатом никогда, когда бывал фанатом разных художников, потом это отпадало. Шагала, не был. Я, да, ну, во-первых, знаю, во-вторых, да, здорово. Фанатом я его теперь стал, не знаю на какое время. А это как персонажа? Через пьесу, как персонажа и как живописца, благодаря выставке в Третьяковке, на которой я был не однажды. Которую я посмотрел, и прежде всего графику я посмотрел там, где я чувствую его руку, его карандаш и его эти бесконечные возвращения к тому, что составляет структуру его молодости, детства, юности, того, что он бросил. Да, он эмигрировал, да, он стал знаменитым там, да, он всегда помнил, но он не просто бросил, а он кается. Он ничего не может изменить, он ничего не хочет изменить, но он кается в том, что он не был с ними всегда. Ну да, я считал, что он как бы просит прощения у своей матери, да? Ну это вот слишком буквально, потому что, ну, ну, прости меня, мама, таких слов нет. Нет, нет, нет. Да, но это ведь здесь такая хрестоматийная вот история еврейского сына и еврейской мамы, которые связаны, как правило, гораздо, ну, в большей степени. Еврейские мотивы, естественно, присутствуют в спектакле, но не они определяют. Так же, как музыка к спектаклю, написанная композитором Чевским, не... там есть еврейские мотивы, но вообще говоря, это французский спектакль, потому что этот оркестрик, который на сцене, это эмигрантская группочка, которая... Там, там ни одной французской фамилии, оркестр Демидов, Полищук, Скипин, Успенский, Хохлов. Да нет, это же... Я тоже по фамилии Юрский, а там я шагал. Понятно. А я понял, да? Это музыканты-актеры, они играют... А, то есть оркестр, это не просто музыка, когда вы сказали, что оркестр является... Действующим лицом. А, я этого не понял, я думал, что он действует через музыку. Это уличная музыка, которую играют хорошие, талантливые эмигранты, и, как там говорится, и греки говорливые, и итальянцы, цыгане с гитарами, и русские, все наше братство. Я не понял, что оркестр действительно играет на сцене. Я думаю, что оркестр, он выполняет функции музыкального оформления. Так, интересно. Но, хорошо, а вы считаете, что шагал как живописец? Это французский художник, еврейский художник, белорусский? Эта тема поставлена в спектакле автора, мы через это, потому что его представляют, конечно, как французского художника. А ему трудно с этим согласиться. А доказать обратное тоже трудно. Сказать, а я рисовал Гоголя, не в этом дело. А я рисовал наше местечко еврейское, а я рисовал, да, 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 но это не доказательство, потому что он расписал столько храмов протестантских, католических, столько гигантских пространств, стен, потолков в самых главных зданиях мира. Поэтому это определить нельзя. А вот его поиск того, кто же я, откуда я взялся, непонятно. Я могу его сопоставить только с одним человеком в том веке столь же великим, уже более знакомым мне Бродским. Человек без учителей, ставший мировой фигурой в культуре. Так же Шагал, без учителей. Хорошо, а вы сказали, что у вас были какие-то любимые живописцы до того, как вы для себя открыли Шагала. Кто это? Были. Это близкие? Был Ван Гог, который упоминается у нас в спектакле, потому что Шагал сходил с ума по молодости именно от того, что он увидел Ван Гога. Ну, не подражал никогда, в эту сторону не шел. Был Сезан, был Сальвадор Дали, в котором я потом совершенно разочаровался. Был Пикассо, которым я был бесконечно увлечен. Кстати, его тоже испанцы не отдают французам. Французы считают его французским художником. А вы с испанцами попробуйте на эту тему поговорить. Невозможно. А из русских я помню увлечение Васильевым. Совершенно, так сказать, скромным. Саврасов, да, там, ну вот Васильев. А вот тоже были большие увлечения, но это молодые годы. Как-то я... Сил, что ли, не хватает. Я стал реже ходить по музеям. Нет, меня, наверное, испортило современное искусство. Я, бывая за границей, потому что я много гастролировал, я ходил по всем музеям современного искусства, навосхищался, наудивлялся, назапоминал фамилии. Потом они стали путаться. Остались скорее те, кто начинали. Например, Малевич, который враг, враг нашего Шагала. Но Малевич для меня представлял всегда большой интерес. Филонов представлял громадный интерес. А теперь-то сил, что ли, не хватает. Все люди, которые вы перечислили, они хотят быть хорошие рисовальщики. Очень. А Шагал он же брал, вернее, берет каким-то другим, то есть вот этой какой-то... Как сказал мне мой друг, выдающийся художник Левенталь, как рисовальщик Шагал нет. Я говорю, так он что, тебе не нравится? Очень нравится. Не понимаю, почему. Совершенно адекватно, мне кажется. Замечание. Абсолютно так же себя ощущаю в отношении этого художника. Скажите, а вот музыку. Она специально написана для вашей прессы. Специально. Кто нашел композитора, кто давал ему установки? У нас была тоже непростая история, потому что у нас был сперва композитор другой, который начал работу и потом тяжко заболел. И просто выбыл из этого. А мой старинный товарищ Александр Иванович Чеевский, заведующий музыкальной частью театра Моссовета, пришел мне на помощь, а потом очень увлекся. Когда он написал зонг, зонг сожженной картиной, я сказал, так-так-так-так, вот все, сейчас не будем ничего говорить, сейчас просто выпьем коньяку. Все, больше ничего, больше ничего. Вот. Ну, это особенный номер, который я тоже ценю. А остальное – это вот музыка бродячего оркестра. То ли на вечеринке иногда, то ли под мостом где-то они, может быть, стоят в Париже и просто зарабатывают. Ну, кто бросит. Но это сопровождение в голове. Ведь когда человек вспоминает, какой-то фон есть, либо зрительный, либо звуковой. Мне казалось, что у Шагала должен быть звуковой фон, где путаются мелодии детства. Эта песня тоже очень замечательная. «Гаснет день» – еврейская песня. И французский такой легкий шансон, который ни к чему не обязывает, но в котором душа есть. Вот это все. Последний вопрос. Зиновий Сагалов видел пьесу? Был, приезжал. Автор видел. Приезжал. Что он сказал? Да не буду я рассказывать, что он сказал. Скажу, что мы с ним… Мы расцеловались еще там у него, в Германии. А здесь расцеловались и без всяких предисловий перешли на «ты». Выпили мы еще в Германии. А на «ты» перешли, сразу и мгновенно породнившись этим произведением. Ну что ж, я еще раз поздравляю его и вас, и всех нас с тем, что у нас есть теперь на что посмотреть. Мы коньяка предложить вам не можем, но я предлагаю чокнуться с вами за успех вашего мероприятия. Я в этом успехе не сомневаюсь. Огромное вам спасибо. И обещайте, что вы придете, еще мы поговорим просто про вас. Потому что спектакль, конечно, достойный разговора. Вот он я и весь. Хорошо. Но познакомившись с вами, Евгений Юрьевич, может, мы найдем и вообще темы, общие интересные темы, кто нас смотрит. Я очень на это надеюсь. Салют. Спасибо. 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 Продолжение следует...